Танковый биатлон 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 Мы уверены, что состязания пройдут в соответствии с принципами справедливости, равенства и открытости. Пусть крепнет дружба между военными разных стран. Мы желаем каждой команде успешного выступления на этом чемпионате. Эти грандиозные соревнования бесспорно войдут в историю. Я считаю, что у Танкового биатлона большое будущее. Надеюсь, что наша команда покажет все лучшее, на что она способна. Спасибо! Танковый биатлон – это соревнование между экипажами танков, аналогичное обычному биатлону. Боевые машины точно также проходят круги по трассе, где оборудованы различные препятствия и ведут стрельбу по мишеням. Соревнования в рамках чемпионата мира включали несколько этапов – индивидуальная гонка спринт, гонка преследования, эстафета. Кроме этого, в программу соревнований был включен спортивный этап. Экипажам нужно было продемонстрировать навыки в индивидуальной физической подготовленности, выполнить упражнения на силу и быстроту, а также пройти специально подготовленную трассу с преодолением препятствий. По мнению специалистов, танковый биатлон имеет большое прикладное значение. Это и повышение общего уровня подготовки личного состава танковых подразделений, проверка умений экипажей готовить технику и вооружение к боевому применению и, наконец, умение эффективно использовать все эти навыки на практике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танковый биатлон становится популярен. Так Почта России получила новую почтовую марку, посвященную чемпионату мира по танковому биатлону. Для гашения почтовой карточки был изготовлен специальный штемпель – танковый биатлон 2014. На карточке изображены три танка, окрашенные в зеленый, синий и красный цвета. На новой почтовой марке изображен главный конструктор легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин. Организаторы чемпионата мира не собираются останавливаться на достигнутом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уверяю вас, 2015 год будет гораздо интереснее. Мы тоже нарабатываем опыт. И я думаю, те, кто участвовали, принимали здесь освещение событий в 2012 году, вы видите, какие изменения реально в этом плане. У нас заделок очень большой на 2015 год более широкого международного города. Ревнования по танковому биатлону длились почти две недели и полностью оправдали ожидания зрителей. Так как были в высшей степени зрелищными и напряженными. Уважаемые танкисты! Вы все без исключения заслуживаете глубокого уважения и самой высокой оценки. Дорогие танковые команды! Каждый и каждый из вас удерживает нашу глубокую респект и опрещение без каких-либо. Но танковый биатлон – это спортивное соревнование, в котором должны быть определены лучшие. Настало время объявить решение судейской коллегии и вручить награды победителям. Чемпионами соревнований в общекомандном зачете стали российские танкисты. Кроме этого, они завоевали золото и серебро в личной первенстве среди экипажей. Второе и третье места в общекомандном зачете разделили между собой сборные Армении и Китая. По итогам соревнований лучшие экипажи получили в подарок автомобили УАЗ. Вручаются ключи от новых автомобилей УАЗ! На сегодняшний день я очень рад. Хочу поблагодарить всех, кто меня научил танком управлять. Здесь же самые мои командиры, командир из Водова, мой командир батальона. Всем хочу сказать огромное спасибо. Если бы не они, наверное, я бы тут не был. А особое спасибо хочу сказать моему начальнику штабу, Рамазану УАЗу. Кто вместе с вами радуется из ваших близких? Конечно же, в первую очередь тети, дяди, жена, сын, который дома ждет. А где дома? Республика Дагестан, город Кизляр, село Аверян. Надеюсь, мои, которые на родине, те же самые Кизлярские, народ радуется за меня. Успех первого чемпионата мира еще раз подтвердил. У танкового биатлона большое будущее. И он в скором времени станет одним из самых популярных военно-прикладных видов спорта.